МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы подрядчик, да? Да, это руководитель проекта. Когда приступили, когда заканчиваете, что за сложности, чем помочь мы можем? Капитальный ремонт жилого дома – дело важное, хоть и не быстрое. Подобные вопросы глава округа Андрей Иванов держит на личном контроле. Ремонтные работы должны завершиться в поставленные сроки, особенно в преддверии отопительного сезона. На данном доме ведутся работы по установке утепленного фасада, технология термаленд. Это готовые сэнгвич-панели, которые сразу вешаются на фасад. И данные панели обшиты с двух сторон тонким металлом, который окрашен специальной краской. Данная технология позволяет вести монтаж без каких-либо мокрых процессов, то есть это любая погода подходит. Плюс окрашены эти панели все в заводских условиях, соответственно, цвет не будет меняться со временем. И качество этих панелей таково, что весь срок эксплуатации дома не должны требовать ремонта. На сегодняшний день подрядчик приступает к финальной стадии монтажа панелей. Объем работ выполнен на 60%. Кроме того, планируется привести в порядок балконы и пожарные лестницы. Срок окончания капремонта жилого дома номер 6 по улице Маковского ожидается к середине октября. Планируем в ближайшие месяцы усилить народ? В ближайшие месяцы мы обычно к датам, это какого, 15 октября. 15 октября. Все, уже никакого беспокойства людей не будет. Постараемся, когда срок упал. Соседний дом по улице Маковского в прошлом году также был утеплен по аналогичной технологии. Жильцы отметили, что в холодное время года в квартирах стало заметно теплее, а в жаркие дни сохранялась прохлада. Вот на примере того дома, что отмечают жители в зимний период? А вот управляющая компания может рассказать. Расскажите, как все-таки режим энергосбережения работает? Теплее стало. Теплее. Да, вот по 10-му дому могу сказать, я там тоже собственник, у меня свекровь живет. Намного теплее, угловая квартира была вообще холодной. Сейчас намного теплее, даже с учетом того, что отопления нет, в доме комфортно. С 2016 года в программе модернизации жилых домов приняли участие 9 объектов. Еще 4 находятся в процессе капитального ремонта. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».